Христос воскрес, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас особое воскресение, которое называется, как мы знаем, воскресением Фомы, сомневающегося Фомы. И это такое воскресение отрадное, поскольку мы сегодня вспоминаем, как Фома избавился от своего тяжелого сомнения и пришел к радостной вере. И Фома, если бы сегодня был в нашем собрании, он бы эти два слова с особой радостью здесь сказал, а именно, Христос воскрес. Он жив, сказал бы нам, некогда в этом сомневавшийся Фома. Братья и сестры, повествование о событии, которые мы сегодня вспоминаем, находится исключительно в одном Евангелии. В Евангелии от Иоанна. Поэтому проповедники Фомяного воскресения как-то лимитированы, ограничены вот этим одним местом Священного Писания, если они хотят именно вот об этом событии прочитать. Это глава двадцатая Евангелия от Иоанна. Мы прочтем с двадцать четвертого по двадцать девятый стихи. Знакомые, знакомые нам слова. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от воздей, и не вложу перста моего в раны от воздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Дорогие мои, если бы не было Евангелия от Иоанна, то мы знали бы апостола Фому только по имени. Только по имени. Потому что три остальные Евангелия, Матфея, Марка и Луки, они упоминают его только по имени. Ничего больше другого три остальные Евангелия нам о Фоме не говорят. Только Евангелие от Иоанна повествует нам нечто о нем, но нужно сказать, что и то немного, дорогие мои, немного. Но то, что это Евангелие нам говорит о Фоме и сегодня снова скажет, достаточно, чтобы нам с вами получить некоторое представление об этом апостоле Христа. Вот Евангелие от Иоанна в трех местах говорит о Фоме. И каждая из этих трех мест дает нам характеристику Фомы. Вы знаете, что наше время — это время характеристик. При поступлении на работу нужна характеристика. При поступлении в то или другое высшее учебное заведение нужна характеристика. И вот, и Слово Божие дает характеристики отдельным служителям Господним. Какую же характеристику дает Евангелие от Иоанна Фоме, которого мы сегодня вспоминаем? Прочтем первое место. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Каким показывают нам Фому вот эти слова, братья и сестры? Они показывают нам его, преданным Христу и готовым умереть вместе со своим дорогим учителем. Не правда ли эти слова нам таким показывают Фому? И эти качества, преданность Христу, готовность умереть во имя или за имя Его, это очень драгоценные качества Фомы, да и всякого христианина, и всякой христианки. Преданность Христу и готовность на все за имя Его. Вот это одно место, которое нам дает некоторый образ Фомы. Прочтем второе место, показывающее нам тоже в некотором отношении образ Фомы. Это Евангелие Иоанна, 14 глава, 5 стих. Фома сказал ему, Христу, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Каким нам показывают Фому вот эти слова, его собственные слова? Они показывают нам его удивительно искренним и правдивым, братья и сестры. Первое место нам показало его преданным Христу и готовым умереть за Него. Это место нам показывает его удивительно искренним и правдивым. О нем Христос мог бы сказать, как он сказал о Нафанаиле. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Где же мы видим эту искренность, эту правдивость Фомы? Как искренно Фома говорит своему Господу Иисусу Христу? Господи, не знаем, куда идешь. Он не старается показывать себя лучше, чем он есть. Он не скрывает своего малого духовного познания. Хотя звание он носит высокое. Апостола Христа. Один из апостолов Христа. Но он так скромен, он так смирен, что открыто при всех говорит. Не знаем, Господи, куда ты идешь. И как мы это можем знать? Искренность и правдивость, это тоже два драгоценных качества Фомы, братья и сестры. О, если бы и мы были в этом отношении на него похожими. Мы так любим, знаете ли, себя немножко повыше ставить, А уж в присутствии меньших братьев и сестер, Какому-нибудь служителю Божьему сказать, Искренно не знаю я, не могу объяснить этого места Писания. Хочется нам все как бы знать. И чтобы о нас так думали, что мы служители Божьи. Все понимаем в Писании, для нас уже тайны нет. И думаем, что мы унизим себя, если, скажем, не понимаем этого. Фома не таков. И, наконец, третье место в Евангелии от Иоанна, который говорит об этом апостоле. Это вот повествование о его сомнении в отношении воскресения Христа, Которое мы сейчас с вами только что прочитали. Слова Фомы, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перстам его в раны от гвоздей, не поверю. Эти слова Фомы говорят о том, что он искал видимых и осязаемых доказательств своей веры. Если бы он просто сказал, я хочу поверить, пусть Господь мне поможет. Но, видите, он хочет все-таки прийти к твердой непоколебуемой вере, а для этого считает нужным получить особые убедительные доказательства. Увидеть хочет собственными глазами и потрогать, то есть осязать собственными руками. Очень многие верующие похожи в этом отношении на Фому. Я вспоминаю свою духовную юность, когда у меня был период сомнений, поскольку приходилось много слышать больших людей науки, сидя у их ног, так сказать, и у часть, и беседуя вот с этими людьми, они были похожи на Фому в своих сомнениях. И отчасти заставляли и меня думать, а как это на самом деле? И вот тогда мне так хотелось, чтобы ангел с неба явился бы мне, как он вот являлся и в Ветхом Завете, и в Новом Завете ангелы являлись, и приносили ту или другую весть людям, живущим на земле. Вот мне так хотелось, чтобы Бог не послал ангела в одном случае моих сомнений, в другом случае, чтобы мне ангел с неба сказал, «Верь, вот это так». Но не видел ангела, братья и сестры. Другим путем Господь меня исцелял от моих сомнений. Другим путем. И вот и Фома хотел какие-то убедительные доказательства иметь. И многие верующие этого хотят. Для утверждения своей веры они ищут кожу убедительных доказательств. Дорогие мои братья и сестры, Вот то, что Евангелие от Иоанна нам сказала о Фоме, некоторый образ его мы увидели в этих словах Евангелия от Иоанна. Но если еще прибавить то, что история христианства говорит об этом апостоле, то нас может, знаете, порадовать историю христианства. В каком смысле? Апостолы, как мы знаем потом, рассеялись по разным странам, и каждый побывал где-то вдали от Палестины, где они нашли Христа и пошли за ним. С проповедью Евангелия побывали в других далеких странах. А вот апостол Фома побывал в нашей стране, братья и сестры. Поэтому он в некотором отношении ближе нашему сердцу, чем другие служители Божьи, о которых Слово Божие говорит. История христианства говорит, и есть довольно веские данные, что Фома побывал в Крыму у нас, в Крыму, и именно в Симферополе, в теперешнем городе Симферополе. Симферополь был столицей скифского государства. И вот именно в этой столице, в Симферополе, некоторое время проповедовал Евангелие апостол Фома. Если бы я сегодня был в Симферопольской нашей церкви, а у нас там есть церковь, я бы обязательно братьям и сестрам этой церкви сказал бы, «Радуйтесь». Говорят сегодня о Фоме, об исцелении его от его сомнения. Знайте, что он был у вас в вашем городе и проповедовал Христа распятого и воскресшего. И история же говорит о том, что апостол Фома, некогда так сомневавшийся, жив ли Христос или нет, он пришел к такой вере, что даже был способен умереть очень мученической смертью. И умер он в Индии, где его пронзили копьем так, что он с ног до головы был весь в ранах, в копьевых ранах, от копья. И как-то действительно, когда сопоставишь, вот повествование Евангелия от Иоанна, где он хотел раны Христа видеть, ощутить их. И вот конец его жизни, когда он сам был весь в ранах, возможно, что, умирая от этих ран, он вспоминал, как он когда-то хотел раны Христа видеть. И, наверное, раны Христа, ведь и последние минуты пред ним предстали, и он торжествующий ушел туда, к своему Господу, зная, что он проливает кровь за имя того, кто его своими ранами спас. Дорогие мои, сегодня мы говорим о сомнении Фомы. Следовательно, нам надо вообще сказать о сомнениях детей Господних. Сомнения бывают разные. Так хотелось бы, чтобы мы все это знали. Апостол Фома стоит перед нами, как сомневающийся воскресенье Иисуса Христа. Такое было у него вот сомнение. Воскресли Христос, или он похищен, его тело похищено из гроба. Поэтому гроб пустой. Ему хотелось увериться, воскресли Христос. Именно в отношении воскресения Иисуса Христа он заявил, «Не поверю, пока не получу убедительных доказательств». И я хочу вам, братья и сестры, сказать, что в каждый праздник Пасхи таких слов много раздается из уст людей, которые сомневаются в воскресле Христоса. Тысячи людей в каждый праздник Пасхи повторяют слова Фомы в отношении воскресения Христова и говорят, «Мы не верим, мы не верим в воскресение Христа». И другие даже прибавляют, «И не поверим, и не поверим». И таких людей очень много, дорогие мои. Но могут быть и другие сомнения. Может быть, в этом большом нашем утреннем собрании нет ни одной души, которая сомневалась бы в воскресении Христа. Для всех нас Христос воскрес. И мы поздравляем радостно этими двумя словами друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы в этом не сомневаемся. Но, дорогие мои, могут быть другие сомнения. Их очень много разновидностей и сомнений. Существует ли Бог? Вот есть такой вопрос, тревожащий очень многих, особенно из молодых людей. Существует ли Бог? Существует ли загробная жизнь, братья и сестры? Представьте себе, мы-то с вами верим так просто, что там жизнь за гробом есть. И когда мы закроем наши глаза, то мы откроем их уже в другом мире. И, может быть, и в этом ни у кого из нас нет сомнения. Но сколько людей, которые спрашивают, существует ли загробная жизнь? Вот есть такое сомнение. Существует ли ад? Вечный, нескончаемый существует ли ад? Мы говорим об аде часто, когда переживаем тяжелую жизнь земную. Многие говорят, это прямо ад настоящий. А вот когда Библия нам говорит о другом аде, где будут осужденные во время Белого Престола. Люди, суда Белого Престола, тогда у них является вопрос. А есть ли такой ад? Существует ли такой ад? Но и насчет рая есть у людей сомнения. Существует ли рай? Есть такое сомнение. Существуют ли ангелы, о которых мы так много читаем в Библии? И очень частое сомнение, Богом ли дана Библия? Или люди ее написали? Это тоже тяжелое сомнение. А вот верующих, как мы с вами, которые родились свыше, их томят и мучат другого рода сомнения. Какие нас могут мучить сомнения? А вот какие? Имею ли я возрождение? Действительно ли я возрожден? Действительно ли я родилась свыше? Братья, сестры, если у нас сегодня в нашем собрании нет сомневающихся в своем рождении свыше, то они думаете, что вообще нет верующих, которые в этом бы сомневались. Есть? Есть? Или вот такое сомнение. Имею ли я прощение грехов? Действительно ли Господь мне все простил? Имею ли я спасение? Вечную жизнь? Такие сомнения могут быть, братья и сестры. Или слышит ли Бог мои молитвы? Это сомнение копошится у тех, которые о чем-то много молились, а Бог не услышал. Слышит ли Бог мои молитвы? И все ли мои молитвы Бог слышит? А есть такое сомнение, которое сейчас особенно частое, братья и сестры. Имею ли я Духа Святого? Представьте себе, братья и сестры, ввиду того, что у нас состав братства такой смешанный, и у нас разные течения духовные вот объединились. Этот вопрос, кто имеет Духа Святого и кто не имеет, стал очень, как говорят, актуальным. Актуальным. Вот такие сомнения. Имею ли я Духа Святого? В нашей земной жизни бесконечное множество сомнений, братья и сестры, дорогие. А какими сомнениями ты, мой брат, ты, моя сестра дорогая, мучишься? С каким сомнением ты пришел или пришла? Вот в это собрание, посвященное исцелению Фомы от его сомнений. С какими сомнениями ты пришел или ты пришла? Апостол Иаков берет любое сомнение и говорит, замечательно говорит, сомневающийся подобен морской волне. О, кто, дорогие мои, не представляет себе волну. Пусть некоторые из нас на море не были и морской волны не видели, так речную волну видели, дорогие мои. Река тоже богата волнами бывает, и мы знаем, что значит волна. Это что-то колеблемое в одну сторону, в другую, вверх и вниз. Что-то непрочное такое. Вот апостол Иаков сравнивает сомневающегося с такой непостоянной колеблющейся морской или вообще волной. Но мы все должны знать, что в нашей духовной жизни сомнение это тяжелая и мучительная болезнь. Счастлив тот из нас, кто не переживал никогда сомнений и сегодня не переживает. И счастлив тот, который и умрет, уйдет к Господу, никогда не испытав сомнений. Это счастливые дети Божьи, но таковых очень немного. Большинство проходят через сомнения, да еще такие тяжелые, мучительные. Болезнь сомнений делает нас непостоянными, дорогие мои, непостоянными, колеблющими, поистине похожими на волну, не на гранит, не на скалу, а на волну. И сомнения не родили героев веры, героев Христа и Иисуса. Сомнения не озаряли сияющим светом подры умирающих. Дорогие мои, дети Божьи умирают различно, одни умирают спокойно, без сознания, и мы не можем сказать, в конце концов. А как они себя чувствовали, когда умирали? Они умерли без сознания. Сегодня похороны одной сестры, которую я знаю с самых юных лет, потому что я сочетал их в городе Горьком. Это было очень давно. Я был юношей, и она была совсем молоденькой девушкой. А теперь что случилось? У нее два сына, не путевые. Как часто она подходила ко мне со связами материнскими и говорила, что мне делать? Они очень хорошие мальчики, я их хорошо знал, но вино погубило их, как и многих других. И мать без конца плакала. Она была единственной утешительницей для них и стражем над их душами молодыми. Она бывала всегда здесь в собраниях и много плакала из-за своих детей. И вот эти два сына остались теперь без этой чудной благословенной матери. Дорогие мои, вот она умерла так. Вышла на улицу, попекнулась, ударилась головой в тротуар, случилось кровоизлияние в мозг, отправили в больницу, через три дня она, не приходя в сознание, умерла. Почему я ее привожу в пример? чудная христианка, дай Господь, чтобы все были такие, как она была, но как она умирала, мы не знаем, три дня без сознания. Дорогие мои, вот одни так умирают, без сознания, другие умирают торжеством и ликованием такой песни, что ли, хвалы своему искупителю. А еще есть умирающие, я о детях Божьих говорю, не о людях, не знающих Бога, а другие умирают сомнениями, прощены ли они Господом, возрождены ли они вообще были, привезли их Господь в свои вечные обители. Да, сомневающиеся не имеют света вообще в жизни, все в полумраке, а даже и в густом мраке ходят по этой земле сомневающиеся христиане. И когда умирают, не сияет свет перед их очами, темно на одре их смерти. Но могут сомневаться и проповедники, и когда они в таком состоянии сомнения проповедуют, становясь на такое место, как эта кафедра, то благословений бывает мало. Дорогие мои, от них проповедей люди не укрепляются в вере, потому что сам-то проповедник не имеет этой твердой непоколебимой веры. А уж о душах, которых надо ему через благовестие привести к ногам Христа, говорить не приходится. Не приходят души ко Христу через проповеди сомневающихся проповедников. Вера и только вера, братья и сестры, создает героев Христа. Вера непоколебимая, только она окружает нашу жизнь светом ярким-ярким, немеркнущим. И также и адры умирающих христиан озаряются только светом твердой непоколебимой веры. Только вера покоряет гречников и повергает их к ногам Христа, братья и сестры. Все, что есть святого и прекрасного христианства, все это является плодом веры, а не сомнения, а не сомнения. Что мог делать для царства Божьего Фома? Скажите мне, дорогие слушатели, что мог делать Фома, обессиленный своим тяжелым сомнением. Я вам скажу, что он мог делать, и что он и делал на самом деле. Он ходил с поникшим и хмурым лицом, этот апостол, так он ходил, безусловно. Какая могла быть радость на его лице в таком состоянии, в таком безрадостном состоянии его сердце. Он ходил с муром, повторяю, поникшим лицом. На ресталище Христа, где мы с вами должны все бежать, чтобы венец получить, нестленный венец, как говорит апостол Павел. На этом ресталище Христа, для Фомы в его таком духовном состоянии, сомнения, не могло быть места. Бежать на ресталище для получения этого лица в то время он не мог. Он мог своим подавленным, мрачным видом вызывать только сожаление у окружающих людей, как и мы в дни сомнения вызываем сожаление наших братьев и сестер, наших служителей Господних, пресвитеров, проповедников. Счастье у братьев и сестра, сомнений, Фомы длили только одну неделю. В этом отношении надо считать блаженным апостола Фому. Тяжело он учился в своем сомнении, но только неделю, только неделю. Через неделю был исцелен от своего сомнения. А ведь сомнения могут длиться месяцами, братья и сестры. И больше вам скажу, могут длиться даже годами, даже годами. Да, есть такие сомнения, от которых годами не избавляются верующие наши братья и сестры. А пока сомнения продолжаются, сомневающиеся лишены и радости, и мира, о котором так чудно нам сегодня в начале собрания сказал брат. Того мира, который дает Иисус Христос, всем к нему приходящим. И вот сомневающиеся лишены и радости, и мира, и обречены и на бездействие виноградники Господним. Как может полное сомнение брат или сестра славить моего Господа, возвещать его любовь, даже в хору любой хорист и любая хористка, если переживает тяжелые сомнения, не звучит их песня так, как она звучит, когда сомнения нет. Правда, братья и сестры, хористы? Это так. Но вот теперь помним, что Фома был апостолом, братья и сестры. Ну и что же из того, что он был апостолом? А вот это значит, что он был свидетелем, слушайте, он был свидетелем всех чудес, которые совершил на его глазах Господь Иисус Христос. Он видел эти чудеса и видел величайшие из всех чудес, которые Христос вообще на земле сотворил. Какое это было величайшее чудо? Воскрешение Лазаря, смердящего, четыре дня во гробе уже тлевшего, он сама видел, он был там в Ифании, он видел это чудо, с этим сказать. А вот что, братья и сестры, что ничто нами виденное в жизни нашей христианской, ничто нами слышанное не может гарантировать нас от сомнения не звание самое высокое и духовное, апостол сама и усомнился в воскресении своего Господа. Хотя много слышал из уст Христа, что он воскреснет, воскреснет, а что? Это спасло его от сомнения? Чудеса видел, воскрешение Лазаря видел, и все-таки, дорогие мои, он был поражен сомнением. Завладеть сердцем любого верующего человека сомнение может даже после всех виденных нами в нашей жизни чудес Христа. Брат мой, сестра моя, ты радуйся, что много тебе Господь дел в твоих, явил, чудес совершил много в твоей жизни. Радуйся, благодари Господа, но, пожалуйста, не думай, что это оградит тебя от сомнений, которые может любой день закрась в твое сердце. Да, да, и если тут есть преследера, приехавшие из других общин, руководители дела Божьего, пропадельники, регенты Хоров, я всем вам говорю, не успокаивайтесь вашими постами в церквах, апостол сомневался, и вы можете усомниться в том или другом отношении. Сомнение это поистине стрела, которая может вонзиться в любое сердце верующего человека, неожиданно вонзиться, и может там долго причинять мучения и страдания. даже самый старый и самый долголетний христианин может подвергнуться сомнению, и сомнение может сравнить с тучей, которой не было на синем безоблачном небе, но вот она откуда-то пришла и скрыла от нас солнце. Так, братья и сестры, сомнения, неожиданно не знаешь, откуда она явилась, откуда. Может быть, княжонка попалась какая-то сеющая сомнения в наши руки. Вот тут стрелаты и вонзилы нас. Может быть, слышали такое слово, которое сеет сомнения. И вот стрела вонзилась, туча налетела и скрыла от нас чудный лик, светлый лик Господа нашего Иисуса Христа. И в душе стало темно. Но хочется для радости всех нас сообщить. Кто в прошлом сомневался, кто, может быть, сегодня сомневается, кто завтра начнет сомневаться. Хочу всем сказать, что сомнение, хотя и очень тяжелая и мучительная болезнь, но она обязательно пройдет у чада Божьего, который любит искренне Христа. Пройдет, братья и сестры, любое сомнение пройдет, самое тяжелое, кончится. Вот он нафанаил, нафанаил, в Евангелии о нем говорится, что он сомневался, в чем? Пророк ли Христос, посланный Богом? А почему сомневался, братья и сестры? Потому что все кругом говорили, и он привык с детства так говорить, что из Назарета ничего доброго прийти не может. А Христос тридцать лет жил в Назарете, вот нафанаил на этом основании и говорит, может ли быть пророк из Назарета? А он избавился от этого сомнения, и мы знаем, что он очарованный Христом, в котором он сомневался, что он пророк Божий, очарованный Христом, он воскликнул, Равии, ты сын Божий, ты царь Израилев. Прошло его сомнение, братья и сестры. А вот Никодим, которого сегодня тоже вспоминали, сомневался в возможности нового рождения, для него уже престарелого. Даже говорит, так, что утробу матери мне войти, Христос, ты говоришь мне о том, что я должен опять родиться. Он сомневался в возможности рождения свыше, о котором слышал, только что от Христа, небесного Учителя. Но Никодим пережил рождение свыше, пережил, братья и сестры, и стал благословеннейшим учеником Христа. Мы с вами видели его в день погребения Иисуса Христа на Голгофе, таким смелым, таким щедрым для своего Учителя, которого он познал во время ночной беседы с Господом Иисусом Христом. Он стал благословенным учеником. Видите, и Никодим исцелился сомнением. И он креститель послал ко Христу двух своих учеников спросить, ты ли тот Господи, или нам другого ожидать? Сомневался. Но и он освободился от своих сомнений. Он знал, что Христос тот, который должен был прийти, и спокойно склонил свою голову под меч воина, когда тот пришел к нему в его клетку мрачную и сырую, под сверкающим мечом, чтобы положить конец его жизни. Сомневающийся Иоанн креститель спокойно не положил бы. Он бы, конечно, с большой тревогой в душе прощался бы с жизнью. А теперь, свободный от сомнения, с непоколебимой верой во Христа Иисуса, он кладет свою голову под меч. Освободились от своих сомнений и апостолы все, они ведь все сомневались, и, освободившись от своих сомнений, радостно возвещали о воскресении своего учителя. Освободилась от своих сомнений эта чудная ученица Христа Мария Магдалина, о которой мы с вами много говорили в четверг, дорогие мои. Какая это была действительно чудная ученица Христа. Освободился от своих сомнений Ифануа, вот, памяти которого посвящено сегодняшнее воскресенье. Не останется в состоянии сомнений ни одно чадо Божие, искнолюбящие своего Спасителя Христа. Узнайте, братья и сестры, что не останется никто из детей Божьих сомнений. Небесный врач Христос поврачует каждое сердце больное сомнением. Радуйтесь, ждите дня, когда ваше мучащее вас сомнение покинет ваше сердце, и такая радость засияет в ваших душах, когда безоблачное небо не будет ничто скрывать светлый лик от вас, вашего Спасителя. Но я кончаю. Как же врачует Христос сомневающиеся сердца своих искупленных детей? Как он врачует? Вот как он уврачевал Фому и как он уврачевал всех сомневающихся апостолов и эту Марию Магдалину, как он от ее сомнений уврачевал? Он показал себя им сомневающимся и всегда показывал себя тем, кто сомневался в том или другом, в той и другой истине. Он показал себя Фоме и этого было достаточно, братья и сестры, чтобы привести его сомневающегося к непоколебимой вере. Христос показывает себя и нам, братья и сестры. Как я рад об этом вам сказать. Показывает себя и нам. Но где и когда, дорогие мои? Вот я вам сказал, что я хотел, чтобы ангел мне явился с неба и утвердил меня в твердой непоколебимой вере. Ангел явился, но зато вместо ангелов являлся Христос бесчисленный раз мне. А где и когда? Не думайте, что я о видениях моих говорю. Нет. А вот в Писании в страницах Библии святой, как хор у нас поет. В Писании в страницах Библии святой, а также во время живого общения со Христом, во время молитвы нашей горячей сердечной. Братья и сестры, вот где и вот когда является Христос нам в Писании в страницах святой книги Библии и во время общения с Ним в наших молитвах. И каждый раз, каждый раз после такого благословенного общения с нашим Господом Иисусом Христом через Слово Божие читаем ли мы Его дома или слышим мы здесь в собраниях в наших молитвных домах безразлично, где бы Слово Божие не стояло перед нами. Через Него стоит перед нами Христос. Христос нам является через эти чудные страницы Писания. И после каждого явления нам Христа мы как и сама и Слава и Слава Христос на Христос на Христос Продолжение следует...